Здравствуйте, у микрофона сегодня Мария Кожевникова, а в гостях у нас Константин Буторин, руководитель группы C2B платежей отдела разработки банка Хлынов. Константин, здравствуйте. Добрый день. В последнее время кировчанам и всем жителям страны пришлось отказаться от возможности расплачиваться в магазинах, в автобусах, телефоном и заново формировать привычку носить с собой карты. Кто-то к этому до сих пор не привык и считает это неудобным. Ну и действительно оплата с помощью телефона – это способ более современный. Бизнес это, конечно, тоже понимает, и очень часто в магазинах в последнее время мы стали видеть QR-коды, по которым можно расплатиться. Появился даже новый термин – куаринг, а оплата картой в магазинах называется эквайринг. Куаринг и эквайринг – вот такие два термина. Константин, расскажите поподробнее, что каждый из них значит? Конечно. Эквайринг – это расчетно-информационное обслуживание организации по платежным операциям с помощью платежных карт. А куаринг – это то же самое, но с помощью сервиса СБП. И то, и другое является разновидностью безналичного платежа. Отличие только в размере комиссии и скорости обработки платежей. Первое – это оплата картой. Второе – система быстрых платежей. Все верно, да. Правда, в настоящее время все еще у нас население предпочитает использовать эквайринг. Но в целом мы видим тенденцию перехода куаринга в разряд основных платежных средств. А вот насколько вообще сложно подстроиться бизнесу под эту тенденцию? Сложно вообще встановить все это оборудование? Как это происходит? Нет, все это очень легко и просто делается. Достаточно подключить услугу эквайринга и куаринга в банке хлынов. В нашем банке наши специалисты зарегистрируют клиента в системе и выполнят необходимые настройки. Если мы говорим об услуге два в одном – это эквайринг и куаринг на терминале, и эквайринг нашего банка уже есть, достаточно только подключить куаринг. Дополнительно нужно будет уточнить у наших технических специалистов возможность подключения именно терминала клиента к сервису, к услуге куаринга, потому что не все терминалы могут поддерживать именно куаринг. Если этот терминал не поддерживает, то, наверное, есть возможность заменить, да? Есть возможность все верно заменить. Я правильно понимаю, что это один терминал? Не надо кучи оборудования? Нет, все это делается на одном терминале, и QR-код будет выводиться прямо на дисплее терминала. А вот по поводу этих QR-кодов расскажете в техническом плане, насколько это все сложно, как это все формируется? Мы говорим о том, что это сложно с точки зрения внутренней организации, но это очень просто с точки зрения продавца и покупателя. То есть для продавца достаточно просто на терминале выбрать оплату PSBP, ввести сумму после успешной оплаты, после того, как физическое лицо оплатит, терминал сформирует чек, и все, оплата завершена. Единственное, что физлицу покупателю необходимо считать своим телефоном, и, собственно, оплата будет произведена. Помимо способа на терминале, наш банк предлагает формирование QR-кода в чат-боте, и в ближайшее время, до конца этого года, мы планируем запустить мобильное приложение кассира. Там точно так же будет формироваться QR-код. То есть это на телефонах происходит. Плюс подхода в чат-боте Телеграма в том, что мы можем эту ссылку отправить, например, кому-то через различные мессенджеры, соцсети и так далее. То есть я нашла себе классное колечко, отправила мужа, он мне все оплатил, да? Все верно. Можно ссылку прямо скинуть, да, он у себя эту ссылку открывает и оплачивает. Или можно, например, из этого же бота картинку эту скачать, распечатать и где-то при кассовой зоне разместить для оплаты. Тут немножко еще надо углубиться. Есть два вида QR-кодов. Это статические и динамические. То есть динамические у них есть срок жизни, 72 часа. Он используется в первую очередь на терминалах, но в любых других случаях он тоже может быть использован. Например, в чат-боте вы точно так же можете сформировать динамический QR-код, срок действия, который хотелось бы вам, чтобы был ограничен. Статические, а не бессмертные. А как это работает? Какой товар по такому бессрочному? Есть статические ссылки со стоимостью товара, есть без стоимости. То есть очень много, например, благотворительных фондов работает по такой схеме. Они просто размещают у себя на сайте статическую ссылку. И каждый желающий там по мере своей возможности какую-то сумму перечисляет. Ну, с эквайрингом весь бизнес уже знаком, да, ему это понятно. Многие в технические дебри лезть не любят. И углубляются в них чаще всего, если видят для себя какую-то выгоду. Вот преимущества QR-инга для бизнеса какие? Никаких комиссий за QR-инг не будет. То есть до конца этого года государство субсидирует те комиссии, которые субъекты малого и среднего предпринимательства оплачивают банкам за QR-инг. То есть, по сути, комиссия по QR-ингу равна нулю. То есть, если по эквайрингу комиссия есть, то по QR-ингу для продавца комиссии сейчас нет? Все верно. Если продавец относится к субъектам малого и среднего предпринимательства. Помимо того, что нет комиссии, еще и скорость зачисления для многих имеет значение. Для QR-инга это до 15 секунд. Происходит зачисление на расчетный счет. Для многих это имеет критически важное значение организации. Поэтому QR-инг многим интереснее в этом плане. Остается только каким-то образом стимулировать покупателей оплачивать через QR-коды. Правильно я поняла. Если у нас стоит терминал эквайринга, нам ничего не стоит просто быстренько добавить на него QR-инг. Все верно. И тем самым добавить еще один способ, удобный для оплаты. Удобный и очень выгодный для бизнеса. И удобный для покупателей. Да. И это не требует абсолютно никаких усилий. Если у нас нет терминала, нам тоже, в принципе, без разницы. Мы просто устанавливаем тот, на котором сразу два способа оплаты. Наш банк предлагает и отдельные, и совместные варианты подключения этих услуг. А есть какие-то особые случаи, когда предпринимателю удобнее пользоваться эквайрингом, а когда QR-кодами? Ну, предпринимателям всегда выгоднее использовать эквайринг. Эквайринг, он более широко распространен. Поэтому пока без эквайринга, ну, никак не обойтись. И доля эквайринга составляет, в лучшем случае, 10%. Ну, это в любом случае лучше, если человек развернется и вообще не оплатит, если у него, допустим, нет с собой карты, он не забыл. Конечно, конечно. К тому же это ничего не стоит предпринимателю. Подключить и то, и другое. А вот вы уже говорили, что есть какие-то хитрости, фишечки, да, как замотивировать покупателей. Да, всё верно. Но это не то, чтобы хитрости, это такие довольно известные, просто их можно будет собрать в несколько пунктов. Прежде всего, это информирование. То есть люди, которые приходят, должны знать о такой возможности. Декларирование преимуществ для клиента. Вторым пунктом можно обозначить. То есть при таком способе оплаты покупателю не требуется карта. Достаточно телефона, который всегда с собой, как правило, у покупателей. Для клиентов, у кого айфон, это практически единственный способ оплаты с помощью телефона. Следующим пунктом можно обозначить мотивацию для кассира. Предприятие может замотивировать работника процентом от продажи, например, при оплате через СБП. Ну и последнее, это, например, какие-то акции, розыгрыши и так далее. То есть магазин может устроить какую-то акцию или какую-то скидку для покупателей, которые расплатятся таким способом. Да, и многие уже именно так и делают. Они осознают, какие выгоды QR-инг несет для бизнеса. Кроме того, крупным шагом в этом направлении, именно в популяризации QR-инга, будет развитие оплаты через QR, упрощение, грубо говоря, клиентского пути. То есть сейчас это несколько сложнее, чем QR-инг, да? То есть где мы просто касанием оплачиваем. А сейчас тут нужно заходить в приложение, делать фотографию QR-кода и так далее. То есть сейчас, например, вот мы тестируем способ оплаты через NFC-метки. То есть мы уже протестировали, он на самом деле уже работает. То есть можно точно так же приложить телефон к метке, и будет произведена оплата. То есть чуть позднее те клиенты, которые уже подключились, смогут получить эту услугу? В этом году мы планируем запуск. Ну, наверное, не прям в крупном масштабе, но каким-то клиентам, которые будут заинтересованы, мы до конца года планируем предоставить подобную услугу, оплату через NFC-метку. А вообще всем видам бизнеса услуга оплаты по QR-коду подходит? Эквайринг и QR-инг, они очень сходны по функционалу и чаще используются именно в торговых организациях, торговле и услуги. Давайте, наверное, будем резюмировать, потому что время у нас уже заканчивается. Какие условия предлагает банк Хлынов при подключении услуги 2 в 1? Для подключения услуги 2 в 1 никаких дополнительных комиссий платить не придется. Достаточно будет подключить услугу торгового эквайринга и услугу оплаты по QR-коду. Тарифы будут определяться в соответствии с родом деятельности организации. И, соответственно, как я уже говорил, составят для оплаты по QR 0%. Для эквайринга это ориентировочно от 1,6% до 2,5%. Но они у нас в банке определяются индивидуально. И зависит ли это от вида деятельности? Да, все верно. И оборота, как правило, организации. Оборудование нашим банкам предоставляется бесплатно. Также бесплатно будет его настройка и установка. Кроме того, наши технические специалисты бесплатно, опять же, проведут обучение и при необходимости окажут всю техническую помощь. Ну и, в общем-то, самый главный вопрос, самый главный шаг. Что нужно сделать, чтобы к этой услуге подключиться? Нужно обратиться в один из офисов банка. Как эквайринг, так и эквайринг подключаются у нас по заполнению заявлений и анкеты. Все подробности по услуге «Два в одном» можно узнать на сайте нашего банка «Банка Хлынов», в дополнительных офисах банка или по телефону 8 800 250 237. Константин, спасибо вам большое за разговор. Еще раз напомню, что в студии у нас был Константин Буторин, руководитель группы C2B платежей отдела разработки «Банка Хлынов». Доброго дня вам, кстати.